В общем, я поняла. Если сразу не озвучишь ролик уже прям в прямом эфире, то потом подвисают всякие видео и очень долго склеивается и монтируется новое видео. Но, тем не менее, сделала склейку из цветущих на данный момент орхидеек. Сейчас у нас начало мая. Что же у нас цветет на полочках? Вернее, у меня цветет на полочках. Вот, смотрите, не так давно я посадила дикого кота, и тут пришел мой кот знакомиться с новой посадкой дикого. Вы знаете, мне кажется, очень идет дикому котику вот такая посадка с коряжкой, такая природная, а-ля природная посадка. Эта коряжка служит держателем для цветоноса. Хорошо себя показала коряжка в посадке. Коряжка должна быть хорошо просушена. Эта у меня была, она приобретена в, ну, как бы, магазине для аквариумов. То есть это специальная такая коряжка, которая приспособлена для того, чтобы быть во влажной среде, все хорошо, никаких побочных эффектов, полет нормальный. И мне кажется, что на самом деле вот есть такие орхидеи, которым просто идет такая посадка. Она у меня залита после пересадки для того, чтобы грунт стал волгоемким. А здесь у меня, посмотрите, какая красота, это мантрио. И мне очень нравится, как эта орхидейка смотрится у меня в интерьере. Стены у меня, ну, как бы в гостиной имеют такой цвет, чем-то отдаленно напоминающим лазурь. То есть где-то, ну, такие нотки лазури присутствуют в окрасе стен. И вот этот сложный цвет мантрио, идеальное сочетание, я считаю, произвело. На данный момент цветет кимоно. Посмотрите, как она идеально разложила свои цветочки. Просто, мне кажется, бальзам на душу для перфекциониста. Один к одному просто по шаблончику разложила идеально свои цветочки. При вот не искусственном, а при натуральном солнышке кимоно очень выгодно смотрится. У нее алый окрас. И на солнышке у нее перелив идет напыление с такими золотыми блесточками. Очень красиво на красном смотрится. Золото просто дорого, богато, шикарно, я считаю. Также мне у кимоно нравятся очень листики. Листики у нее такие кругловатые, чем-то напоминающие метушные листики. Да, эталон красоты листьев. И в то же время, посмотрите, какая классная у нее корневая, несмотря на ее цветение. Это первое цветение после магазина покупки орхидеи. Она умничка. Ну, сорт вообще неприхотливый. Просто 5 баллов по всем параметрам. Активно идет в рост и корни, и листья, и цветоносы. В общем, все замечательно. Сейчас, на данный момент, очень много цветоносов выпустили орхидейки. Просто поле цветоноса стоит. Отдельно по каждому не буду говорить. Ну, здесь уже на бутонах фактически пенив пилорчик стоит у меня. Здесь пират пикати, бабочка, тоже цветоносик уже наращивает. Вот здесь, посмотрите, скинула, отсушила несколько бутончиков. Такая вредина. Это тоже неоновый пилор. Ну, потому что она как-то не в себя пошла в рост. Она выпустила кучу цветоносов. И с магазинной почки разбудила. Ну, с магазинного цветоноса почку разбудила. И также выдала новых много цветоносов. И как-то не справилась она с поставленной задачей. Отсушила несколько бутончиков. Ну, наблюдаем, смотрим. Здесь у меня в полном роспуске такая красавица. Необыкновенного цвета. Она, вы знаете, мне кажется, все-таки это мара. Но не факт, не факт. Потому что у нее на губе какие-то желтые сполохи. Но у нее горшочек был не пронумерован, не промаркирован. И эта у меня с боковой почки после магазинного цветения пошла. Но, тем не менее, классно процвела. Скоро будет кирпичик от Зибо. Тоже цветоносик дала. В общем, просто лес цветоносов. Куча, куча всего. Я думаю, что в ближайшее время летнее цветение будет очень интересно. Причем такие сорта, многие проснулись, которые не цвели у меня до этого. Их первое цветение. Что всегда самая интрига, самая интересная, самая вкусная. Я думаю, что будет очень интересно. Но я жду, жду. На веранде я поставила... Сейчас у меня наконец-то на северной веранде появляется солнышко. В это время года я некоторые орхидейки вот этих слонов поставила на столик без освещения. Им достаточно натурального солнца. Посмотрите, какой классный лист. Я не знаю, слушайте, я вот больше всего кайфую именно от листьев орхидеи, от корней. Тоже на цветоносике. В общем, жду, жду. Здесь вот у меня такой стеллажик с метушками. Ну и всякого там наподобия с такими коллекционными, природными орхидейками. И здесь на первом плане моя любимая Леодора, которая тоже не угоманивается. Вот ее свежий цветонос. Длинный такой она выпустила. В то же время она растит активно. Листья, корни. Я хотела поймать момент, когда не светет, и пересадить, и не успела. Свежий цветонос. Только отсушила старый и выдала свежий цветонос. Вот эта орхидейка такая темненькая. И корни, и цветонос, и лист. Видите, как весна сказывается шикарно на наших орхидейках. Бронзовый Будда. Здесь у меня магазин и цветоносы, но фактически все бутончики уже домашние распустились. И в то же время она активно растит корневую. Плотненько она там корнями уже упирается. Хочу ее пересадить в ближайшее время. Не угоманивается Мету Big Pink. Варитет от Кинга. Смотрите, новый выдала бутончик. Умничка моя. По листьям мы сразу видим, что это Мету. Идеальные листья по пропорциям. Это Личи тоже от Мету. Дрэгон Личи. Выдала цветоносик. А вот эта Леодора бабочка шикарная. Но это с магазинной почки. Она процвела с магазинной почки. Так себе, но тем не менее все равно очень классно. Но аромат, вы знаете, я не срезаю цветоносы Леодора. Потому что она выдает такой аромат на всю веранду. Даже с тех магазинных цветоносов. Просто шикарные. Ну, в общем, вы сами видите. Одни цветоносы. Жду в ближайшее время шикарного цветения. А здесь я просто не могу успокоиться. Как мне нравится. Как мантрё. Посмотрите, какой у неё цвет. А вот здесь, мне кажется, идеально передался её натуральный цвет. Но как она смотрится на фоне цвета стен, которые у меня в гостиной. Ну, просто идеальное сочетание. Очень сложное. И красивое. И красивое. С мету придут скоро. Слушайте, просто жизнь в орхидейном мире бьёт ключом. Орха мир, орха рай. Везде заказала. И жду. Ну что, скоро приедут. Будем с вами адаптировать. И пересаживать, как мы любим. Продолжение следует.